Михаил Абрамович Свердлов Михаил Абрамович Свердлов И Михаил Абрамович приглашается на должность первого секретаря коммунистической партии Красногвардейского района И работает он в этой должности до Большого террора И незадолго до окончания Большого террора его вдруг переводят внезапно заведовать кафедрой марксизма-ленинизма Он становится преподавателем политэкономии в Первом медицинском институте Семья восприняла этот сигнал как зловещий Потому что такого рода перестановки они свидетельствовали о серьезных вещах И 11 ноября 1938 года по воспоминаниям сына Бориса, которому было 10 лет Вдруг в доме раздается звонок Сын берет трубку Борис, говорит алло, алло, но никто не отвечает И семья все поняла, что они проверяют, есть ли кто в доме И да, и в этот же вечер пришли четверо с обыском Увели Михаила Абрамовича И в итоге он получил 58.8, 10, 11 Организация убийства вождей партии и правительства Еще 8 человек из числа крупных должностных лиц проходят по этому делу Но большой террор прекращается И уже вот первая, вторая категории отсутствуют Квоты отсутствуют И он получает 10 лет И вот впервые, да, мы в истории последнего адреса встречаемся с присутствием адвоката Вдруг семья нанимает адвоката И вообще вдруг появляются у этих людей возможно защищаться Какой год? Это 39 год Это когда Ижова уже расставали И приговор уже не расстрельный 10 лет, он меняется на 5 лет И еще очень важное воспоминание оставляет нам вот сын Борис О посещении отца перед его высылкой в Таргопольские лагеря Он рассказывает, что перед тюрьмой стояли сотни человек И по 20 человек заводили родственников в очень узкую комнату Разделенную двумя решетками Между которыми ходит надзиратель С той стороны завели заключенных С этой стороны родственников И начался гвалт, крики Люди еле слышали друг друга Но тем не менее, они увидели своего отца, члена семьи, мужа И начались Крагопольские лагеря Это был последний раз, когда семья видела Михаила Ивановича Светлого Начались Крагопольские лагеря И тоже очень как-то загадочно нам Потому что в течение 5 лет, пока находился в лагерях С 34 лет начался срок В течение 5 лет, пока находился в Крагопольских лагерях Михаил Светлов Его 6 раз переводят из одного отделения в другое Зачем нужен был этот микс И такое вот кружение по Крагополе не очень понятно И перед выходом незадолго В 1942 году его переводят в Няндому В Няндомском отделении Крагопольского лагеря Он умирает за 2 месяца до освобождения До окончания 5-летнего срока Умирает он от голода Это середина войны, 43-й год, 11 сентября 12 сентября 43-го года он умирает от голода Конечно же на семье тоже отразился Да, вот этот арест И семья тоже потерпела репрессии Жена, которая работала инструктором, по-моему Или в отделе образования района Она была уволена И осталась без средств к существованию с двумя детьми И ее по знакомству удалось устроить На очень малооплачиваемую должность В детский кинотеатр По-моему так как-то Ну и реабилитация Вот 56-го года, я так думаю, что это скорее всего По запросу родственников Дети живы Борис живет в Америке Которому было на момент ареста 10 лет И который присутствовал во время ареста И Мэри, дочка, которой было 8 месяцев В момент ареста отца Она живет в Канаде К сожалению, да, вот не получилось приехать им Но мы вот, видите, снимаем И вот эту церемонию И перешлем им, естественно, да, то, что вот здесь сейчас происходит Товарищи родственники Можно вас попросить сфотографироваться рядом, да? Кто еще у вас? Вас двое? Трое? Вы член семьи, товарищи? Я подруга Пардон Мелочки, которые, извините Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok